Привет! Привет, мои хорошие! Сегодня будет у нас влог, потому что я не смогла удержаться волос, не снять вложек, он должен быть у меня обязательно в памяти. Вы знаете, я же снимаю видео ещё, ну мне прикол, чтобы оно было в памяти, представляете? Малой подрастёт, я вырасту, вырасту именно, не повзрослею. Вырасту, стану большой и буду смотреть на свои влоги, какие у меня были цветные волосы, настроение, буду сама себе поднимать настроение. Какая я была? Как знаете, вот фотографии из прошлого, мы же смотрим, только они были раньше чёрно-белые, а у меня будет видео куча классных. Я сейчас пришла мамулечкам, а я помыла волосы, потому что я их мою всего лишь два раза в неделю, обычно. Это вот так получается. Ну даже чаще не хочу мыть, а с малым и сейчас, ну они у меня не грязнеют чаще, да, а с малым не хочу, ну как бы отходить, оставлять его у одного, я что-то боюсь. Мамка приехала, машинку мне почистила, так приятно, вчера сама очистила, мучилась. Вот, и она сейчас с маленьким, а я иду в фикс прайс и возьму вас с собой, потому что мне там нужно взять для Нового года всего, я что-то хочу так украсить. Я сначала думала, ой, не буду украшать квартиру, а потом думаю, буду, буду, и сниму своим подписчикам, любименьким, как я квартиру украшаю. Боже же, хотела показать, давайте, на этом фоне, вот как я выгляжу, да, мои волосы. Шикарный цвет, вот он смылся, пробивается вот эта платья, она мне очень нравится. Я одета вообще не по-зимнему, но я же в машине. Зато у меня куги, куги, куги. Куги, это главное, я в своем костюме, я делаю куртку кожаную, зима, куртка кожаная, мама хипует. Ну, пофиг, я же на машине, мне все можно. На самом деле не очень холодно, но перчатки сейчас я вернусь и возьму. Вот, взяла перчатки, сейчас одену, ручки будут в тепле, и пойду открывать ворота. Пойдемте со мной, мои дорогие, мои дорогие. Вот здесь лучше всего, да, свет, свет, свет. Не, мне сейчас реально стало неудобно, пристегиваюсь. Реально стало неудобно, то, что я говорила вам тепло, одевайтесь. А сама сейчас иду, вообще просто, вся голубая, голубо-фиолетовая. Я вообще сегодня одетая, супер тренд. Я, у меня фиолетовые, ну, как бы гармонично, у меня фиолетовые глаза, у меня бирюзовые реснички. Не знаю, видно вам это или нет. Все вообще под волосы, фиолетовые одежды, голубые. И это все вот цвета с фиолетовым, очень круто. Стыдно мне, за что? Я весь на перескакиваю с темы на тему. Стыдно мне, что я говорю вам тепло одеваться, сама оделась так легко. И скажу вам, не повторяйте моих ошибок. На самом деле, я выехала вот в соседний магазин. То есть я из дома выбегаю сразу в машинку. Сейчас подъеду как раз-таки и выйду, и сразу в магазин. Поэтому я не замерзну. Заодно хотела почувствовать, что за погода у нас. И когда, естественно, сегодня мы еще поедем делать УЗИ, там я, естественно, один из потеплей. Я так не поеду. Хотя, в общем, ну, мне можно. Я-то уже родила здорового ребенка. Можно. Да нет, просто на самом деле я на машине. Я не отмазываюсь, да, там. Ну, я на машине, поэтому можно. А вот так, кто ходит, гуляет, девочки. Не надо вот модничать. Не, вы модничаете, но в теплых одеждах. Конечно, я понимаю, сама такая была. И вообще, я всю зиму проходила. В 18-19 лет у меня была коротенькая, кроличья шубка. Вообще просто это, мне кажется, осень. Вот сейчас я в жизни бы такого не делала. Я мерзла, помню. Но надо было быть красивой. Я была вот красивой. Трэш вообще. Как удивительно, что я себе не получила воспаление какое-то. Вполне возможно. Ладно, по фиксу долго прям так ходить не будем. Потому что я вас собираюсь взять еще там куда-нибудь сегодня. Не знаю, куда еще пойду, кроме на УЗИ. Ну, в общем, побудем вместе. Ну, фиксики сейчас посмотрю, что показать. Интересненького. Так, всегда у меня с собой маленький списочек, то, что нужно взять. Возьму. Корзинки. Много собирать, брать. Ну, и вон, и цены. Ну, мне, честно говоря, на эту палку так неудобно снимать. В одной руке, блин, корзинка. В другой руке кошелек. Надо было сумку взять. Ну, сумка сейчас у меня не айс. Потому что я все время с сумкой малого хожу. Я сейчас подумала, надела шапку, чтобы сразу вопросы все отпали. У людей, проходящих мимо. Не могу найти скатерть. Блин, а неужели появится круто ехать из скатерти? Нашла. Буду выбирать расцветчики. С прикольными скатертями здесь, конечно, не густо. Вообще, вот эта расцветка. Я у бабушки. Я к бабушке. А вот эта. Представляет такую скатерть у меня? Не, хотя, может быть, если стильненько. Так, ну, короче, я выбрала, так более-менее. Потом покажу, что. В общем, взяла сейчас все необходимое. Теперь буду выбирать. Блин, я так хочу белую елку. А здесь только зеленый. И у меня дома зеленый. Ладно, нарядим зеленую маленькую. Белую надо поискать. Кстати, девчонки. Я то, что беру, не показываю. А я говорила или нет, я не помню. А беру тоже, показываю то, что не беру. Вот прикольные штучки. Заворачивать подарки. Если кто-то занимается, там, знаете, ну, вот, девчонки, да, там, я говорила, они кто-то сережки делают, кто-то там еще что-то делает. Вот. Подарки заворачивать здесь. Четыре штучки. Четыре упаковки. Вот такие коробочки получаются. Мне кажется, вот, ну, на подарок дарить там, да, очень клево кому-то. Кстати, а может быть и взять ее? М-м-м. И, кстати, интересно, кто-нибудь брал вот такие конфетти фольгированные в тубе? Ну, я, естественно, не буду брать, у меня маленькие, куда стрелять, еще испугаешься. Ну, интересно, кстати, как они стрелять. И большие, кстати, тоже. Желаем счастья. Пневно-пневно-пневно-пневно-пневно-пневно-пневно-пневно-пневно-пневно-хлопушки. Во, еще нашла. Где-то морозики. Короче, тут большой выбор. Тут есть еще. Вот такие классные. Скатурки. Скатурки. А, нет, это мешок. Мешок для подарков. Я же подумала, что скатурки новогодние. Формочки для выпекания. Елочки. Так что, кто хочет детишек порадовать своих. Это очень круто. Кстати, вот такую штуку я не рекомендую никому брать, потому что она сыпется. Да, они прикольные, но она сыпется, и все, будет постоянно сыпаться. Только дотронешься, и все. И посыпалось все. Не люблю мусор в данном. Да, она тут есть. Скатурь новогодняя. Ну, походу, она из ХБ сделанная. А как из нее вытирается? Если что-нибудь прольется. Сейчас проверим. Из чего она? Да, она из непонятной такой ткани. Я не люблю такую ткань. И если прольется, неудобно вытирать. Все это дело. Поэтому то, что я купила, это самое лучшее. Здрасте. По картам можно, да? Да. Да, нужен. Это просто был трэш-поход. Дикие люди продолжают смотреть. А восстанирующих средств никаких нету. Ну так вот. Ой, тут скользко. Это был жуть поход. Просто мне неудобно саму себя снимать и вот ходить с этой корзинкой, картинкой. Вроде бы я все купила. Поеду домой уже брать малого и маму. Целый пакет. Пакетище. Покажу вам. Грязь. Пакетище. Может, всё, хватит на этом закончить влог? А что ещё рассказывать? Ладно, может, что будет, какое приключение по дороге? Захочу поделиться, расскажу. Пока поехала за малым. И за мамой. Не, и главное, мало того, что снимаю в диковину, ещё и с фиолетовыми волосами. Ну, баба вообще. Не, ну нормально, я опаздываю, они, короче, вот это вот решили фонарь заменить. У меня вообще нет времени. Проехать не могу. Ой, моя хорошая, уже темнеет так конкретно. Чё, мы уже съездили на УЗИ, а у меня же самый этот момент неподходящий, села батарея. Как, как всегда. Сидели на УЗИ, всё у нас хорошо. Спит маленький. Переодели, покушал. Ну, и мы с мамкой вот за мясом заехали. Взяла индейку. Решила, короче, с курицей перейти на индейку. Потому что, может быть, у неё, ну, как бы, шелушится немножко кожа, знаете, вот так вот. Мне это не нравится. Говорят, что, может быть, это курица, яйца, вот такое, короче, всё. Но я яйца не ем особо. Вообще их не ем, да? А курица у меня везде. Ну, я взяла индейку. Пусть будет индейкой. Фарш индейки взяла, бёдрышки индейки взяла. Так что котлетки будут. Взяла говяжью печень, я знаю, у неё много белка. Мне её рекомендовали вообще... А, говяжий язык вообще рекомендовали есть и печень говяжью, когда я была беременная. Ну, я думаю, сейчас-то тоже полезно. В общем, набрала всякого разного мяса. И сейчас мы ещё зайдём в один магазин, наберу фруктов. И домой. Кран будут нам менять. Не, ну, ребят, вот такое я увидела просто, чуть сейчас не ошалела, ну. Выхожу я из магазина, и вот такое вот мне перед глазами. Тема, да? Обкакаться можно от страха. Обкакаться можно от страха. Всё, мы домой. Вот пришли мы и первым делом, где легла кормить сына. Да? Мой котёнок. Ты проголодался, да? Ты мой сладкий. В общем, сейчас к нам придут кран делать в ванне. Купила новый смеситель. Там вот это всё делала с переключателем. У себя крутой кран. Вообще модный я буду. И что ещё, что ещё хотела сказать? А, подушки, видите? Когда я покрасила волосы, мама сразу поменяла мне наволочки. Хотя я говорила, да не надо. Она такая, я знаю. И вот я потом в комментариях писала, что девчонки говорили, что меняй, меняй. Вот это вот наволочки, там ещё что-то. Мама обо всём позаботилась после того. Но она раньше у меня просто в чёрный цвет красилась. И она говорила, что после покраски всегда воротнички темнели, там бельё. Так что всё у меня прошло нормально. Вот они смываются и красиво получается. Красивый цвет. Но вообще я сегодня наслаждалась, честно говоря, своим образом шикарным. И да, я пожалела, что я так легко оделась. Ну, в куртке-то ещё более-менее нормально, потому что кофта под низом. А вот брюки уже нужно одевать с начёсом внутри или колготки поддевать. Уже было холодненько мне в таких. Не знаю вообще, что за влог получится, на сколько времени. Ладно, прощаюсь с вами. Хочу есть, не могу. Сегодня отменила массаж впервые. Сдвиги конкретные у меня, кстати, идут. Я прям жалею. Но я просто очень голодная и время уже. Я вообще про него забыла. И, в общем, на следующий день по плану пойду. Вот так. В общем, всё, мои хорошие. Нам сделали кран. Мы скупали малого. И теперь я вот уже антураж сзади приготовила для того, чтобы снимать вам видео. Так что скоро будут наши видео, любимые, всеми любимыми, любимые. И сюрпризы, в общем, украшения понакупила для дома. И буду украшать дом. И всё это вам покажу и сниму. Кстати, очень хотела вам сказать, что одна из моих подписчиц сделала мне подарок. Блин, мне так нравится, когда мне делают какие-то такие подарочки. Пойдёмте я вам покажу, как она это мило сделала всё просто. Вообще невозможно. Я храню это в холодильнике. И заодно надо попробовать это вместе с вами. Я с ней недавно встретилась. И она мне подарила вот такой вот скрабик. Давайте посмотрим, как там внутри. Вот, установила камеру. В общем, встретилась я со своей подписчицей Ольгой. И она занимается скрабами и мылом. В общем, сама всё делает дома. Всё из натуральных продуктов. Вообще, без консервантов, без ГМО. В общем, вот такой вот подарок она мне преподнесла. Смотрите, как красиво. Я так люблю... Знаете, очень важно, когда подарок подарен с душой и красиво оформлен. Вот что я обожаю в подарках, это красивое оформление. В общем, что здесь? Здесь у нас такая коробочка. И здесь у нас мыло. Смотрите, запаковано в одной коробочке, запаковано в другой коробочке. Сейчас я вместе с вами, кстати, и опробую это всё. Я скажу вам свои впечатления, запах. Сейчас открою. Смотрите! Новый год! Новый год! В общем, это и эта мылка, и эта мылка. Вот это пахнет... Блин, я не разбираюсь в запахах, но... Может быть, здесь имбирь? Напиши, Оля, я чего-то вот не это. А вот здесь более такое... Мягкое, такое молочное какое-то. Как будто йогурт, что ли. Мне вообще кажется, что... Ну, вот такие вот подарки, и вообще хочется съесть вот этого всё. Пойду посмотрю, как мылится. Мылится очень хорошо, офигенно вообще, на удивление. Знаете, вот я когда сама что-нибудь делаю, у меня постоянно то не мылится, то крошится, то ещё что-то. А этот вообще идеально. Я так поставила в своей специальной такой штучке для мыла, мыльницы. Поставила так. Ой, так вы празднично насмотрите. Спасибо, Олечка. Вообще очень круто. Так, а вот ещё у нас подарки. Я вот смотрю через эту плёночку, там какое-то супер оформление. Вот так. Это скраб. Он вообще многослойный. Смотрите, как она сделала. СС. Это так мило. Блестит. И покрашку блестит. Это ж надо было заморочиться вот так вот, как бантик сделал. Да, и вот такое вот сделать. В общем, это скраб для тела. Он тут сделан из морской соли, сахара, кофе. Тут ещё что-то. Я не помню, я настолько говорила всяких ингредиентов много разных. Как он пахнет. Знаете, чем пахнет, девчонки? Вот когда я была в Москве, я ходила там по спа-салонам дорогим и ездила, когда куда-то. Ну, то есть были дорогие вот в моей жизни салоны. И вот там вот так пахнет. Вот там пахнет вот этими вот такими всякими спа. Вот где нормальные цены. Вот где не очень нормальные цены, там по-другому немного пахнет. А вот в хороших спа пахнет именно так. Лимон тут. Правда, здесь хочется. Правда. Вся косметика эта натуральная, она хранится, ну, недолго. Вот мыло, как бы, оно хранится подольше. А вот этот скрабик, его, конечно, лучше хранить в холодильнике. Поэтому у меня всё это было в холодильнике. Ой, мне уже не терпится попробовать всё это дело. И, да, хранится в холодильнике, потому что нет здесь всех консервантов, которые удерживают срок хранения. Поэтому всё натуральное. Блин, это так приятно. Вообще, девчонки, я на самом деле очень люблю ребят и девчат, которые занимаются вообще чем-то. Которые вот нашли какой-то бизнес, нашли какое-то дело, которое им нравится. Может, они как-то вот процветают, продвигаются, да. И я с удовольствием, на самом деле, говорю о таких людях. И вот сегодня я вам говорю об Олечке, одной из моих подписчиц. Ссылку на неё оставлю внизу, под видео. И кто хочет, может сделать, заказать у неё вот такие вот классные скрабики. Заказать у неё мыло разные. У неё прям на страничке, то есть это не группа, а я на её страничку дам вам ссылку. И у неё прям на страничке, когда заходите, на стене прям видно, что она занимается этим, у неё рекламы там всякие есть такие. Вот. Вообще, очень круто. Очень. Я прям сегодня же попробую. Ой, как пахнет. Мне захотелось, знаете, куда? Мне захотелось в спа и апельсиновый сок. И вот море, чтобы было ещё рядом. Спасибо, дорогая. С наступающим вас всех. Вот такой подарок, я думаю, будет приятен любой девушке. И для себя вообще купить такое. Классно. Спасибо. Ладно, дорогие мои, я вас всех очень люблю. И не могу удержаться, чтобы не говорить этих слов. Не в каждом видео. Не в каждом видео я буду признаваться в моём любви. Я вас очень люблю. И поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Скоро будут у нас новогодние покупочки. И будем украшать комнату и ёлку. В общем, оставайтесь со мной. Кто не подписан, подписывайтесь. Чтобы не пропустить ничего. Цвет волос. Так, вы уже поняли, да? Вот он, вот он у меня. Подсмылся. Сегодня, короче, я идеальный цвет волос. У него безумно нравится. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok